Глубоко уважаемые президиум, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за терпение, силы. И мне бы хотелось остановиться, учитывая ту большую работу, которую мы сегодня выполнили, проанализировали лечение, правильное лечение, основанное на индивидуальном подходе в ряде ситуаций, учитывая молекулярно-генетических характеристик. Но это лечение не будет составлять полного значения для пациента, если при этом мы не будем пытаться сохранить значимое качество жизни больных. И хотелось бы немножко развеять аудиторию, понимая, что мы уже устали. И здесь как никогда подходят слова Маяковского. Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Безусловно, в эру, когда наши ученые бороздят геном опухолевой клетки, конечно, плохо, когда неадекватная противорвотная терапия, антибитогенная терапия вызывает острую тошноту и рвоту. При этом в ряде случаев именно тяжелой является рвота, тошнота в ряде случаев умеренная. И важную роль в развитии генеза острого метагенного эффекта играет серотонин. И, безусловно, в ряде случаев более часто наши пациенты предъявляют жалобы на отсроченный метагенный эффект, развивающийся со вторых по пятые сутки после проведенного химиотерапевтического лечения. Либо развивается уже на фоне в ряде ситуаций, в такой продленной терапии, когда очередные введения в ряде случаев могут быть уменьшены. И генезом причины развития метагенного эффекта существуют. И мы уже остановимся на тех классификациях препаратов по отношению к метагенному эффекту. По отношению к потенциалу развития метагенного эффекта разделяют на высокоэметогенные. К ним относятся препараты платины, антрациклин, содержащие схемы, декорбозин. При этом потенциал почему составляет высоким? Потому что практически в 100% случаев развивается достаточно выраженный метагенный эффект. К препаратам умеренной метагенности относятся прежде всего такие препараты, как оксалиплатин, карбоплатин. В ряде случаев сюда же можно относить и доксорубицин при невысоких дозах, без комбинации с циклофосфамидом. И ряд других препаратов, иринотыкан и так далее. И практически низкие, и препарат с низким и минимальным уровнем метагенности, которые в ряде случаев при правильном проведении терапии не нуждают достаточно выраженной метагенной терапии. К низкому уровню, когда метагенный эффект не превышает 30%, к этим препаратам относятся препараты токсанового ряда, допоклитоксил и доцитоксил. Сюда же относятся этапозит, топотекан, ну и ряд других препаратов. В том числе в ряде ситуаций могут развивать тошноту и рвоту таргетные препараты. Ну и минимальный риск по современным классификациям в ряде случаев не требует назначения антиемитических препаратов. Основные принципы противорвотной терапии, они достаточно четко и ясно отражены в руководстве русско. И хотелось бы отметить, что наибольшее значение того, что обязательно, это нам всем ясно и понятно, но тем не менее антиемитогенная терапия проводится с первого курса химиотерапии, ведение антиметиков до начала ведения первого цитостатика. И самое важное, грамотный комбинированный подход с учетом различного генеза возникновения тошноты и рвоты. Соответственно, множество мишенек, которые являются причиной развития метагенного эффекта, наиболее значимую роль играют допаминовые рецепторы, антагонистом которых является метаклопромид. Затем по также не меньшую роль играют серотониновые рецепторы. К ним, соответственно, уже существуют и хорошо нам известные препараты, являющиеся антагонистами серотонина, и также препараты, направленные на воздействие субстанции П. И эти препараты, мы также их используем в нашей клинической практике. Еще раз буквально несколько слов о центральном и периферическом генезе тошноты и рвоты. Центральный путь, он активизируется веществом П, посредован рецепторами нейрокенина и сосредоточены главным образом в головном мозге. Периферический путь, безусловно, стимулируется серотонинами, обосредован соответствующими рецепторами, расположенными в кишечнике. И препарат центрального действия, припитан, блокирует нейрокениновые рецепторы в головном мозге человека. Тогда как и механизм действия блокаторов серотониновых рецепторов, он обусловлен тем, что в норме серотонин активизирует проникновение в кальцевые каналы. Тогда как антагонисты данного рецептора буквально как пробка в бутылку блокируют проходимость в эти каналы, соответственно, замедляется реакция и возбуждение соответствующих опухолевых клеток. Таким образом, за профилактику химиоиндуцированного и метагенного эффекта отвечает достаточно большая группа препаратов, включающих антагонисты серотониновых рецепторов, антенцитрон, граниситрон, трописитрон и полноситрон, а также антагонисты нейрокениновых рецепторов, априпетант. Когда я анализировала формулы препаратов, то примерно возникла ассоциация с остеомодифицирующими агентами, с бифосфонатами, которые развивались буквально шаг за шагом, и мы сейчас имеем более совершенные бифосфонаты. Также такая же эволюция наблюдается и в антагонистах серотониновых рецепторов, в частности полноситрона, структура которого несколько отлична от всех предыдущих препаратов. В чем еще особенности полноситрона, в отличие от предшественников, то, что препарат рекомендован с 2014 года даже у малышей, детей, начиная с возраста 6 месяцев. И еще важно, что период полувыведения этого препарата составляет до 40 часов. И, пожалуй, это самое высокое сродство к рецептору серотониновых рецепторов. Когда был проведен анализ, сравнили антенцитрон, привыкший, но еще тогда, это еще исследование в начале 21 века, когда доза антенцитрона составляла 32 мг суточная. Это неприемлемая доза. Мы это все хорошо знаем, потому что происходит замедление интервала КУТЭ, и приводит к достаточно значимым сердечно-сосудистым осложнениям. Так вот, минимальная доза полноситрона, составляющая 0,25 мг, она эквивалентна антенцитрону в дозе 32 мг внутривенно. Но при этом профилактика, контроль над имитогенным эффектом при умеренной имитогенной химиотерапии значимо выше. То же самое наблюдается с такой выраженностью, но тем не менее наблюдается и в группе полноситрона по отношению к антенцитрону при назначении высокоэмитогенной химиотерапии. Главным образом это докорбозин, препараты платины и антрациклиновые антибиотики в комбинации с циклофосфамидом. То, что я говорила, и мы это хорошо помним, что суточная доза антенцитрона не должна превышать 16 мг. То есть это максимально 16 мг или одно введение 16 мг. Потому что уже были исследования, которые четко показали, что именно превышение дозы приводило к удлинению данного интервала. Так вот, исследование, которое проведено по отношению к полноситрону, даже при увеличении дозы в 10 раз, таких вот значимых отклонений интервала КУТ не наблюдалось. Поэтому у нас имеется в настоящий момент два значимых препарата для оккупирования тошноты и рвоты. Это полноситрон. Современный препарат, воздействующий на блокирующие рецепторы серотониновых рецепторов, он назначается монотерапией. Ничем он удобен. Достаточно одного введения сутки. И, безусловно, не требуется корректировки назначения других препаратов. И вводится препарат достаточно удобно в первый день химиотерапии. А препетант тоже значимая опция лечения, точнее, профилактики острой и в ряде случаев отсроченной, даже отсроченной, отсроченного эмитогенного эффекта. И назначаются только в сочетании с серотониновыми блокаторами. В соответствии с международными рекомендациями, при назначении химиотерапии с высоким эмитогенным потенциалом, включающей химиотерапию по схеме АЦ, или те препараты, которые были перечислены выше, то рекомендуется комплексный подход. Особенно это касается для профилактики острой тошноты и варвоты, включающей антагонисты рецепторов, серотониновых рецепторов. По международным рекомендациям предпочтительно дается более современный препарат, к которому относится полоноситрон. Обязательная комбинация с дексаметазоном. Если мы назначаем дексаметазон с целью профилактики стероидных язв, не надо забывать, особенно если пациент относится к группе риски по данному заболеванию, назначение ингибиторов протонной помпы. Для профилактики отсроченной тошноты и рвоты по международным рекомендациям при назначении химиотерапии с высоким имитогенным потенциалом назначается также априпетант, как мы к этому уже привыкли в своей клинической практике, в комбинации с дексаметазоном. И тут уже либо ларазопам, если это необходимо, а также блокатор и протоновые помпы. При умеренном потенциале развития имитогенного эффекта рекомендуемой комбинацией является с целью профилактики острой тошноты и рвоты при назначении препарата с умеренным имитогенным эффектом, а к ним относятся, мы помним, например, препараты карбоплатины, то назначаются антагонисты рецепторов серотониновых рецепторов, опять-таки предпочтительно в комбинации с полоноситроном, дексаметазон и блокаторы протоновой помпы. Для отсроченной тошноты и рвоты, опять-таки, рекомендуется комбинация серотониновых рецепторов и плюс-мину ларазопам в комбинации с ингибиторами протонной помпы. И вот что самое важное, что самое новое из всех рекомендаций, что при низком уровне имитогенности, особенно это касается таких препаратов, как паклитоксил, доцитоксил, а паклитоксил мы вообще в своей клинической практике используем достаточно часто, не нуждается данная категория больных вообще на значении антагонистов серотониновых рецепторов. Достаточно банального циррукала, к которому мы хорошо привыкли. В ряде случаев комбинации с дексаметазоном мы помним обязательно назначение ингибиторов протонной помпы. И вообще, когда речь идет о… мы не должны бояться вообще о как таковой тошноты и рвоты при низком имитогенном уровне потенциала, то до того же самого паклитоксила и доцитоксила. Хотя и там в любом случае назначается премедикация, тем не менее профилактика не нуждается. В профилактике эти больные не нуждаются. И еще раз, когда мы спрашиваем, что же такое правильная имитогенная терапия, это, безусловно, комбинированный подход, включающий три основных компонента. Особенно это речь идет о высоком потенциале имитогенности. Это антагонисты рецепторов серотониновых в комбинации с априпетантом, а также дексаметазон плюс сопроводительная терапия. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...